Покушение на Трампа. Подробности вы знаете и подробности есть у меня в телеграм-канале. Кто покушался, зачем, как и из чего. Ну вот теперь, надо сказать, после второго покушения Трампу следует быть аккуратнее. Для него три попытки покушения такого типа – это предел политической прочности. Объясню. Дело в том, что Трамп принадлежит к категории дырявых политиков. Это нежелание его обидеть. Это простая констатация. Наличие огромных дыр в репутации Трампа не секрет. Он это не скрывает и даже иногда этим бравирует. Но эта дырявость создает для него ряд проблем, особенно в контексте покушений. Объясняю. Одно покушение, да, добавляет такому политику шарма. Несомненно. Второе покушение уже наводит на некоторое размышление. А вот третье убеждает, что в настойчивом желании поскорее избавиться от этого парня что-то есть. Четвертое покушение уже, как правило, веселит. С пятого начинают делать ставки. А шестое переводит кандидата в категорию таракана, когда тапком готовы хлопнуть все. Здесь дело не в самом количестве покушений, а в том, что каждая из них позволяет лучше разглядеть политическую и гражданскую мордасию Дональда. Эти покушения работают мощными лупами, которые позволяют увидеть то, что ранее не было замечено. Трамп не очень приспособлен к такого рода изучениям и покушения на него, скорее, вредят ему, чем помогают. Все покушения на Трампа, отметим, примитивны. Все они совершаются идиотами, романтиками, никак не связанными между собой. Всегда нелепая организация, безграничный дилетантизм и от всего этого несет, от всех этих покушений несет самодеятельность. Это не мафии, не коварные спецслужбы, это болваны-одиночки, сумасшедшие, кустари-энтузиасты, решившие ценой своей жизни исполнить некую бредовую миссию. Такие покушения не прибавляют политику очков, скорее, напротив. Но да, вы мне можете сказать, что были политики, на которых покушались десятки раз, и им это ужасно шло. Было такое. Был такой политик, и действительно, один из них вообще оставался лидером и политиком только благодаря покушениям на него. Это был Фидель Кастро. И там покушения на Фиделя превратились в свое время в аттракцион, в увлекательнейшей силе сериал. Потому что Кастро убивали то ядовитыми сигарами, то сигарами взрывающимися, взрывающимися же колбасами, молочным коктейлем, подлыми красотками, которые подсовывали Фиделю, красотки были заминированы в самых пикантных местах. Его убивали, по-моему, раскаленными перьевыми ручками. Напомню, что Кастро вообще очень любил плавать. И одно из покушений заключилось в том, что его должна была перекусить механическая акула, макет, который был установлен на дне. И вот покушения на Кастро стали действительно шоу-бизнесом. Фидель стал неотделим от этого аттракциона. Именно эти аттракционы разогревали и продлевали его популярность на Кубе. И общественный запрос на новые живописные драмы был так силен, что когда американцы уже плюнули на Кастро и перестали покушаться, то кубинцы сами поставили покушение на поток, они выдумывали, инсценировали, и это понятно. Разбрасывались жемчугоносные раковины, заминированные по дну, где плавал Кастро. По пляжам ползали как крабы с примотанными к ним револьверами, которые должны были подползти к отважному Фиделю и отстрелить ему, ну, как минимум, мизинчик на ноге. Куба вообще оргазмировала. Все мельчайшие подробности всех событий такого рода публиковались во всех газетах, и крабы, и ядовитые сигары обсуждались месяцами. Вся Куба жадно ждала новых покушений, как новой серии популярного шоу. Сейчас уже определить, сколько их было реальных, а сколько инсценировок невозможно. Понимая, что кубинцы истосковались, по очередной такой вот сказочной истории создавалось некое покушение. И удачливость, поразительная выживабельность Кастро стала важной частью мифа о нем. Но Кастро – это особый случай. Несмотря на всю его криминальность и зверюжество, это был буфонный персонаж, который мог существовать только в режиме вечного кубинского кровавого карнавала. Даже если не принимать за эталон карнавальные покушения на Кастро, были в мировой истории очень живописные сверхотехники покушения, сделанные с огоньком, с выдумкой. За такими читались грозные сообщества, могучие силы, секретные организации. Такие покушения всегда работали на жертву. А покушатели на Трампа – какие-то лохи, изумеры, бомжи, малахольные. Фантазии у них ноль. Ну вот из всех живописных я вспоминаю покушение на Луи Филиппа в Париже на бульваре Тампль, когда вдруг рухнула одна из витрин в момент прохождения мимо Луи Филиппа. И адская машина, состоящая из 24 ружей, дала залп. Всю охрану Луи Филиппа перебили, а сам он остался, кстати говоря, при этом жить. Продолжение следует...